На повестке дня благоустройство, ремонт дорог и финансовые вопросы. Первым пунктом повестки дня Совет депутатов городского поселения Щелково принял к сведению отчёт об исполнении бюджета за третий квартал. Доходная часть исполнена на 95% от плана 9 месяцев. Выполнено задание по сбору налоговых доходов, включая НДФЛ. Выполнение сложилось 100% по всем налоговым доходам, за исключением земельного налога, там исполнение 99%. По крупным налоговым бюджетам у нас идёт примерно увеличение по сравнению с прошлым годом по налоговым доходам физически, с основным доходным источником примерно на 7-8%. Расходная часть бюджета поселения составила 50,5%. При этом расходы на социальную политику, а это три четверти бюджета, выполняются. Существенное отставание отмечено по расходам на дорожную деятельность и жилищно-коммунальное хозяйство, что связано с длительным оформлением конкурсной документации. Совет депутатов рассмотрел предложение администрации района по передаче до конца текущего года полномочий в отношении содержания дорог местного значения. По селению Щелково из бюджета области выделены средства на ремонт 10 дорог и 16 дворовых территорий, бывших военно-городков в микрорайонах Чкаловский и Бахчиманджи. Чтобы вовремя расплатиться с дорожниками, району требуется полномочия, и они были предоставлены. Общество с ограниченной ответственностью «Титан», выигравшее контракт, не рассчитало свои силы. Срок окончания ремонта, датированный 30 октября, вероятно, будет продлен. За срыв графика исполнителя ждут штрафные санкции. Депутаты выступили с предложением к администрации района более пристально контролировать подрядные организации, выполняющие работы по благоустройству и дорожному строительству. Совет впервые утвердил план комплексного благоустройства территорий микрорайонов на три года. На 2017-2019 годы по всем округам запланировано преобразить 75 дворов, больше всего нуждающихся в реконструкции, по 25 площадок в год. Мы поручаем в службе извинения уже начинать согласование и подготовку проекта, тем самым в себе же сроки в летний период, надеемся, что выйдем на нужные и требуемые. И в 2018-2019 годы это поручение у губернатора на контроль Алексея Васильевича Валова. То есть даже к нам сейчас пойдут обращения, почему не вошло в 2017 год, мы можем перспективу рассказать. В разном депутаты проголосовали за выход из состава совета депутата Романа Назарова в связи с переходом на муниципальную службу. Зампредсовета Елена Мокринская поблагодарила депутата за плотную работу в микрорайоне Щелково-7. Еще одним решением народные избранники назначили дату выступления главы городского поселения Щелково Александра Шалыгина с отчетом за 2015 год на следующее заседание совета. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.